Здравствуйте, меня зовут Карпович Аня. Я преподаю такое направление как джаз-фанк в студии танцев Этаж Лари. И сегодня мы с вами выучим хореографию в этом направлении. Итак, первые два шага мы будем делать в диагональ. Соответственно, в правую и в левую. Первый шаг – это шаг в правую диагональ. Мы добавляем руку и делаем шаг, щелчок, остановка. Второй шаг у нас будет в левую диагональ и мы меняем, соответственно, руки. Мы делаем шаг, щелчок, стоп. По счету это будет раз, два, три, четыре. Все очень просто. Единственное, было бы здорово, если бы ты добавила или добавил корпус в работу, потому что это задаст определенный тон и направлению, и всей хореографии в целом. Делать сухо не очень интересно. Поэтому мы сделаем вместе с корпусом. Раз, два, три, четыре. Дальше. У нас будет шаг вправо, соответственно, правой ногой. Мы делаем шаг и левой ногой как будто отбиваем мяч. Два. Правая нога при этом сгибается. Мы не делаем это на прямой ноге. Мы подсгибаем правую, выбивая бедро и выбивая что-то в правую сторону. Еще раз. Мы пришли, остановились здесь. Дальше мы делаем шаг на правую ногу и сбиваем левой ногой. Подключаем руки. У нас будет работать правая рука. Представьте, что у вас вода на руке и вам нужно ее сбросить. Соответственно, правая нога шаг, правая рука сброс. Шаг, замах рукой, сброс вместе с головой. Оставить голову можно, но лучше, если ты повернешь ее вправо за рукой. Вспоминаем сначала. У нас есть раз, два, три, четыре. Это пять, это шесть. Учим дальше. Семь. Левая нога отъезжает назад, она прямая. Правая сгибается и выходит на носок. Это обязательное условие. Левая рука остается на бедре, а правая уезжает за голову. Итого у нас есть. После сброса вправо мы делаем точку. Очень жесткую, красивую точку. Затем мы меняем местами колени. Мы сгибаем левую ногу, приводя стопу на носок. Мы опускаем правый локоть вниз. При этом левая рука все еще внизу. Итак, у нас была точка здесь. Мы делаем шаг. Сброс. Пауза. Пауза. Отлично. Вспомним сначала. Итого у нас есть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И... Последний счет восемь. Это будет всего лишь поворот головы в восемь. Соответственно, голова была вправо при сбросе. Она осталась вправо на этом счете. Она осталась здесь на месте. И только на восемь мы поворачиваем ее влево. Вспоминаем сначала. И у нас есть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Мы закончили с опорой на левую ногу. Левое колено согнуто. Опора в левый носок. Голова была слева. Сейчас все, что нам нужно сделать, это опустить левую пятку, вывести бедро наверх и уйти в небольшой наклон. При всем при этом, наша рука будет описывать круг по бедру. Не бойся. Гладить себя это нормально. Будет более странно, если ты сделаешь это вот так. Поэтому первые два счета мы делаем. Раз. Два. Счет три и четыре. Это два шага вправо на правую ногу. Но у нас будет три и четыре. Есть небольшой счет и это подстановка. Итого у нас было. Раз. Два. Дальше мы делаем шаг. Три и четыре. Бедро каждый раз уезжает влево. Мы не идем на сухую. Сверху мы всегда работаем бедром. Что происходит с правой рукой? Первый наш оборот на счет три будет просто по кругу. В любую сторону. Второй счет это будет оборот вокруг головы. Представь, что ты поправляешь волосы. Убираешь их со своего лица. Вот и все. Мы остановились здесь. Это счет. Раз. Два. Три. И четыре. У нас устойчивое положение на двух ногах. Сейчас мы делаем маленький шаг на правую ногу с опорой вниз. Раз. И второй шаг. Два. Мы приходим в очень устойчивую позу. Плие. Оно должно быть очень красивым. С уверенными руками. Мы не сидим здесь. Мы сидим достаточно широко, чтобы это выглядело нормально. Мы закончили. Пришли сюда. Уходим. Вниз. Вниз. И дальше мы работаем головой. А точнее волосами. Мы рисуем головой восьмерку. Это будет выглядеть так. Настолько сильно, насколько ты сможешь это сделать. А сейчас мы еще раз повторим вторую восьмерку. Мы закончили здесь. И мы начинаем. Раз. Два. Три. И четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. На восемь мы собираем ноги в шестую позицию. Мы должны выйти наверх. А сейчас мы попробуем сделать первые две восьмерки под музыку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Продолжим. Мы с вами остались в шестой позиции. Абсолютно ровно. Руки ваши остались либо здесь, либо на бедрах. Желательно, чтобы они прилетели на бедра. Дальше все будет очень просто. Мы сделаем с вами шаг вперед. Правой ногой заберем ее назад. Левой заберем ее назад. Но при этом наш корпус повернется, соответственно, в левую диагональ и в правую диагональ, чтобы это не выглядело сухо. Сделаем это более нарядно. Но наши руки тоже будут работать, и они будут работать одновременно с ногами. Соответственно, правая рука с правой ногой, левая рука с левой ногой. Представьте, опять же, что ваши руки мокрые, и вы сбрасываете с них воду. Это очень хорошая ассоциация. Мы будем делать раз, два, три, четыре. Руки, возвращая на бедра, они не будут болтаться, они будут на месте. Это смотрится аккуратно. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Следующие два счета, это будут прыжки вправо и влево. Мы будем прыгать. Раз и два. Прыжок должен быть легкий, и мы подключаем к нему грудную клетку и руки. Это будет волна. Выглядит она в профиль примерно вот так. Грудь начинает, и мы подтягиваем живот и бедра. Но так как прыжки будут быстрыми, акцент будет в основном на грудь. Мы прыгаем вправо, и корпус поворачивается в левую диагональ. И, соответственно, мы прыгаем влево, и корпус поворачиваем в правую диагональ. Здесь мы и останемся. Когда мы делаем вторую волну, наши руки уезжают вниз, но вместе с руками мы тоже просаживаемся вниз. И начинают работать наши бедра по кругу. Начнет левое бедро. Его подцепит правое. И мы как будто по спирали докручиваем себя наверх. Итого, мы приезжаем вниз, колени согнуты. Начинает работа левое бедро, правое, живот и грудь. Представь, что ты огибаешь своим корпусом спираль. Руки сверху опускаются вниз. И мы начинаем работать корпусом, а руки только в последний момент закрывают наши глаза. Это имитация. Мы не закрываем их буквально. Мы оставляем руки перед лицом. Соединяем. У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Идем дальше. Мы делаем шаг правой ногой. Выезжает левая, и у нас получается хорошая точка. Она видна за счет выпрямленного колена и согнутого правого колена. Стопа, я напоминаю, на носке. Что делают руки? Они были у нас перед лицом. Мы делаем шаг. Левая рука уезжает на бедро. Правая рука приготовилась сделать замах. Когда выезжает левая нога в сторону и выезжает правое колено наверх, правая рука делает сброс. Сброс должен быть очень резким, так же, как и бум ноги. Соединим. И раз, два. Голова тоже поворачивается. Дальше. Мы делаем маленький шаг на правую ногу. И сейчас очень важно, чтобы левая нога сделала сильный и красивый рон. Бум! В этом нам, как ни странно, помогут руки. Что будут делать они? Через крест перед лицом руки уйдут за голову. Это будет твой форс и твоя сила, чтобы повернуть себя резче и сильнее. Это будет как замах. Раз, два. Руки должны быть очень сильными. Вот такой вариант не сработает. Мы остаемся здесь. Мы делаем шаг на правую с руками и поворот в левую сторону. Напоминаю, правая нога согнута. Отлично. Что мы делаем дальше? Нам нужно вернуться к зрителю. Поэтому мы делаем шаг на правую ногу. Раз. И на левую ногу. Два. Но это будут не просто шаги. Нам, опять же, помогут руки. Мы будем что-то к себе подтягивать. Сначала правой рукой, потом левой. Напомню, руки должны быть сильными практически всегда. Это красота движения, это наполненность танца. Не забывай об этом, работай руками. Был поворот в левую сторону. Мы отвернуты от зрителя. Голова обязательно смотрит в левую стену. Шаг правой ногой будет вместе с правой рукой. Раз. И два. Шаги очень сильные. Твои ноги, скорее всего, будут чуть подсогнуты. Либо прямые. Это не принципиально важно. Мы остались на двух крепких ногах. Руки в кулаках на бедрах. После этого мы начинаем спускаться вниз, работая бедрами. Будет здорово, если ты уйдешь низко вниз. Но вот это движение бедрами будет достаточно быстрым. Работаем по кругу. Примерно 2-3 оборота. И на восьмой счет мы собираем ноги и делаем воздушный поцелуй. Почему? Ты услышишь чуть позже. Давайте повторим последнюю четверку просто в темп. Мы остановились здесь. 5, 6, 7 и 8. Ноги прилетают в шестую позицию. У нас красивая финальная точка. А теперь соединим последнюю восьмерку с самого начала. Мы остановились в правую диагональ. Руки были перед нами. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. А сейчас мы соединим весь выученный материал. Я буду считать достаточно медленно, чтобы ты все вспомнил. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Напоминаю, голова уходит вправо. Семь и восемь. Голова уходит влево. Раз, два, три и четыре. Вниз пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Низко семь и восемь. И закрепим все, что мы с тобой выучили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три и четыре. Пять, шесть, семь и восемь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И пришло то самое время, когда надо станцевать весь выученный материал под музыку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. На этом у нас все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось. Если тебе понравилось, ставь лайк под этим видео. А вообще подписывайся на наш канал и подключи себе уведомления, чтобы быть первым в курсе всех самых главных событий этажа. И чтобы смотреть онлайн-классы. Меня зовут Карпович Аня. Я педагог направления джаз-фанк в студии Ташлари, где мы тебя ждем. Приходи. Субтитры сделал DimaTorzok